здравствуйте достаточно часто слышны разговоры о том что лукашенко может если захочет как говорится выжить крутится как угодно да я сам это часто говорю и последняя новость которую видел буквально сегодня она заставила меня записать это видео маленькая ретроспектива поведение александра лукашенко а что за новость а новость очень простая поезда в крым прямые из минска не будут ходить чем минимум три года об этом заявил российский перевозчик при том что в конце 23 года договорились что 24 запускают так что же такое произошло вроде бы как говорится и крым наш и россия друзья и так далее давайте разбираться по пункту и для этого стоит откатиться немножко назад но совсем историю не будем про это писал много обращусь к истории с двадцатого года то есть давайте вспомним как россия участвовала в расшатке ситуации беларуси политической и как российские медиа 19 августа еще раз не 9 а именно 19 августа когда была встреча путина лукашенко резко изменили тональность критики папы коли перешли на его активную поддержку а соответственно оппоненты из национальных героев стали за проданцами запад но все это произошло как говорится в одни сутки но одно дело это получить от лукашенко какие-то но если заверение тут про гарантий речи не может о о вечной дружбе и желании интегрироваться другое дело это сделать россия начала дожимать еще тогда давайте вспомним что так называемые дорожные карты по построению союзного государства они были под таки подписаны то есть дожали ну и дальше фактически чем больше санкций чем больше запад отгораживалась тем тем лучше было для россии кремли иногда и там подыгрывал и соответственно привязывали беларусь к себе так шло до 22 года причем выламывали руки в том числе по признанию оккупированных россии территорий то есть данном случае крыма российским признанию тогда еще независимости так называемых лнр днр и помню что беларусь была фактически нот в миллиметре от этого в двадцать втором году когда начиналась война против украины а точнее перед ее началом лукашенко то возможно он думал что он как говорится схватил бога за бороду что русские нападая на украину они будут заняты он нам я напомню что 25 проходил референдум по новой конституции которые все по большому счету не вмешивалась но в чем лукашенко ошибался то в том что украина капитулирует потому что случае если бы украина капитулировала появилась бы пророссийское правительство все александр лукашенко было бы просто чудесно потому что россия бы разбиралась с киевом он бы получил определенный определенный временной но как говорят в украине на так стало себя гадалось и уже концу двадцать третьего года стало очевидно что военная мощь россии ну мягко говоря не такая мощная прошу прощения с аттологию как про это писали то есть российская армия пробуксовывает и более того реально хорошо отгребает то есть как раз таки вопросы херсона вопросы харьковского провала российской армии либо же харьковского украинского наступления и тот же самый уход из киевской области ну точнее уже после ухода из киевской области лукашенко понял что что-то тут нету и начал понемножку потихоньку отползать с одной стороны естественно отползая с другой стороны говоря о братской дружбе и размещая заказы на продукцию двойного назначения и продукцию в принципе комплектацию для российской техники на белорусских заводов на этом еще зарабатывал минус в том что в двадцать втором году вот краски начала двадцать второго года и фактически докон до середины лета альтернатива россии при условии при отсутствии запада китайского направления то есть китай он взял паузу посмотреть что будет с лукашенко потому что тело движением официально миска явно не нравились однако уже 20 в конце 22 я напомню было встреча лукашенко и си был саммит шосс на котором беларусь пригласили в эту организацию де-факто то есть стало понятно что китай может вести политику узбекизации беларуси но это не означает превращение в узбекистан я хочу просто напомнить что узбекистан за счет грамотно экономической политики грамотного выстраивания партнерств но фактически за неполные 10 лет выскочил из слаб русского мира да он стал частью китайского мира условно ну как бы там ни было на россию там сейчас но во многом мягко говоря но если не наплевать то российской интересы недалеко не первая ну тем не менее вот 22 год вы первая попытка рыбнуться в китай ну и частично начало получаться но ситуация продолжается начинается 23 год давайте вспомнить чего начиналось 23 год начинался со штурмов россия бахмута вот ну для лукашенко и поскольку россия пыталась демонстрировать свою силу несмотря на все потери он решил не рисковать что для него логично но и соответственно лучший друг это вновь владимир владимирович путин в кремле видит эту возможность начинают давить дальше то есть сделать политические шаги которые бы обрубили беларуси любой вариант любая любую возможность политического дрейфа еще раз это признать оккупированной территории частью российской федерации начать с ними работать так далее тогда же начинается ядерная эпопея то есть помню начало 23 года раз заявление размещения ядерного оружия беларуси начала 23 года именно март апрель месяц это инициатива господина тала приему выкраденных украинских детей белорусский пенера лагерях но тоже такая себе скажи как говорится связка в данном случае не крови но нарушение международного права и вот мышеловка вроде бы она уже захлопнулась но как говорится одному старому сатам белорусском политику везет случается выступление пригожина то есть давайте вспомним есть случается то что пригожин со своими и счастью своих бойцов уезжать белорусси а почему это важно потому что учитывая как к волна шла в средствах массовой информации там российские же журналисты говорили чуть ли не об угрозе существования россии и представляли это выступление не как разборки между пригожином и шойгу как некий бунт против царя батюшки и вдруг появляется лукашенко который фактически в едином поле выступает таким себе спасителем россии в глазах рядового россиянина россия обязаны чем-то лукашенко соответственно политик политического давления временно сводится к нулю фактически замораживаться из москвы а с другой стороны начинается давление в обратную сторону потому что александр лукашенко увидел что россия ему должна ну как вы понимаете для этого персонажа если россия ему должна надо барыжить то есть соответственно начинается разговор о цене на газ и цене на нефть его доступе на рынке тогда и достаточно много лукашенко принципе выбирает в это же время происходит попытка наступления украины которая по главы по большому счету не привела к нужному результату и к осени кремль как говорится снова таки начинает додавливать начинает додавливать в том числе в экономической сфере ну и среди прочего понимаю что но надо как говорится александр лукашенко поблагодарить за то что он выкручивал руки месяцем ранее встреч шла о поставках продукции в донецку луганскую область речь шла о торговле с крым что то есть уже официально и на доверие на такую вещь как сообщение пассажирское сообщение с крым то есть я напомню что с середины лета по осени двадцать третьего года белорусской турфирмы активно зазывали людей на воды в крыму но и в том числе отправляли бюджет и при этом когда лукашенко думал что схватил бога за бороду в кейсе с пригожиным но естественно домашние задания в китае выполнено не было то есть тоже напомню саммит поясы пути к августа двадцать третьего года куда республику беларусь демонстративно не пригласили причем очень интересно что учитывая политический уровень отношений за фиксирован договорах то есть есть в китае две скажем так условно говоря два восприятия как оценивать вот этот многословие уровне стратегического партнерства все погодные и так далее дружбы то случае с беларусью по одному скажем так по одной градации беларусь и пакистан имеют фактически на иду наивысший уровень во второй то первом месте россии на дальше беларусь пакистана но в любом случае в топ-3 согласитесь что с точки зрения логики государства которыми такой уровень отношения с китаем но по идее оно должно быть там автоматически но из пекина мягко говоря на миг туре но может быть не мягко что до выполнения домашнего задания не лукашенко никого-то из его министров видеть пекине не хотят и в результате от можете полистать ленту агентства белта белт активно говорила про саммит поясы путей про визит российской делегации из беларуси из топчеломников не поехал никто да потому что его просто не приняли одним словом это была такая хорошая пощечина плеуха от китая и лукашенко в раздумье и вот в этот момент снова меняется ветер украина потихонечку начинает доставать до тыловых районов российской федерации давайте вспомним конец 23 года украинские беспилотники но и плюс украинские беспилотные катера на черном море которые заставляют черноморский флот достаточно быстро свалить из крыма и уже двадцать четвертом году перебазироваться новая российская ну потому что страшно потому что в крыму их топят даже в гаванях обновать новороссийск немножко дальше вот ну то есть ветер меняется параллельно китай проводят с минско воспитательную работу с показывать что будет если не обращать внимание на советы пекина то есть вот если смотреть например статистику этого года по калийным удобрениям то 23 год с беларусь фактически потеснила существенно российских поставщиков то есть фактически китай спасал до руси белорусскую калийную компанию искусственно стимулирует рост экспорта белорусской колейки она в двадцать четвертом году на начале года белорусской удобрения практически не было шутки то шли российские но дело в том что в этой отрасли из соглашения заключаются на несколько месяцев вперед то есть фактически в ноябре в декабре да и в январе тоже беларусь не смогла заключить соглашение нормальных на продажу своих удобрений в китай китайцы просто не захотели взять такая воспитательная работа соответственно воспитательная работа есть понимание есть и китай дает сигнал что ребята несмотря на все давайте попробуем все-таки при стартанем и для лукашенко который очень любит свою власть но сами понимаете либо формату чем ближе ближе россии вплоть до вхождения областями либо субъектной федерации ну либо попытаться каким-то образом отпеклять потому что него вариант существования в качестве губернатора ну мало приемлемо одним словом подул свежий ветерок и начинается смена риторики вот смена риторики я думаю что продемонстрирую лучше всего двумя заявления между ними разница ровно год первое если помнить это март 2000 а 23 года и вот что александр гурищ лукашенко говорил про президент украина владимира зеленского президент зеленский просто гнида услышали да ну можно сказать что вырвано из контекста ту как как бы там ни было апрель 24 года александр лукашенко в москве отвечает на вопросы российских журналистов и вот как он уже говорит о владимире зеленского вот не хочу что владимир сам обиделся зеленский на меня я вчера президенту путину об этом говорил ну согласись такой ну как как бы сказать бывает такой вот маленький кубит на 180 градусов в воздухе но подскочил перескочил нормально вот физическая форма политическая позволяет одним словом риторика начала меняться пока в начале так достаточно слабенько а тем временем китай дает сигналы что музыка и за беларуста готов взяться и требует ответных сигналов от мест и сигналы приходят ну давайте вспомню уже рассказ говорил и писал об изменениях в правительстве говорил и писал о том что будет много интересных событий то есть у нас приходят впервые люди не погонах на наряд ключевых должностей у нас начинается беларуси этапы амнистии причем недавно лукашенко заявляет что он будет и дальше это делать даже сейчас в конце концов оживляется тоже сам протасевич про которого говорилось два года назад часть моих зрителей потом не дорекали что вот якобы ты сказал что протасе будет медийное поле вот его нету вот ребята да я ошибся со сроком говорится получите распишитесь и будет дальше вы будет много вот ну как бы там ни было а мы плюс еще уменьшается острота мигрантского кризиса на границе с польшей потому что советую посмотреть в соцсети x данные стражи граничного по польше там еженедельная сводка идет и подсчитать просто средние показатели по неделям а за период с февраля по май и заберут с июня по сентябре падение более чем два с половиной раза ну это начало а дальше начинается еще вот как говорится ветер усиливается ветер усиливается виде украинских атак по российским нпз который начинает с удивительной регулярностью гореть на этом фоне россии нужно нефть с россии вновь такой скажем просящий позиции лукашенко естественно нефть поставляет выторговав себе точнее нефтепродукты поставляет выторгов себе нефть со скидкой возобновляется контракт по су-30 который скажем так на начало 24 года выглядел скорее замороженным потому что россии самой нужно были самолеты но наконец-то лукашенко два раза подряд заявляет о рациональности китайского мирного плана по украине причем дело это сразу после того как путин назвал кндр и во вьетнаме этот план не приемлем для россии вроде бы все идет и тут дальше случается курская операция и мягко говоря вялая реакция кремля то есть ветер становится совсем свежим то есть понятно что россия ну как бы сказать притормаживает соответственно первое что делает республика беларусь давайте вспомним кадры вот с украинских обменах я в украинском пространстве пространстве это писал три последних обмена кстати кто не знает большинство обмена происходит через территорию беларусь и гражданских и военных и это одна из причин почему в украине беларуси работает украинское посольство ну как бы там ни было происходит обмен и обратите внимание на пакетики в руках у украинских военных освобожденных до и гражданских тоже беларусь друг решает всем давать ну правда для по справедливости ради дают и русским которых выводят с беларуси всем дает какие-то продуктовые наборы или бакет товары первой необходимости причем на каждом пакетике первые то были вообще с полиэтилен скажем так с принтом на втором просто большая наклейка где там аист какой-то закат над болотом и так далее ну как говорится просто напомните себе что якобы ну я же милар творец я же за все хорошее ну такая мягкая скажем так напоминалка ну а дальше больше дальше случается вот то что я предполагал видео достаточно быстро произошло беларусь началась бывать российские шахеты республика беларусь вот это уже совсем новая информация активно педалирует тему вступления брикс тут я тоже напомню что кидая дал дал согласие по шоссу по бриксу пока согласие не давал но из минска очень активно просят кстати кому интересно тоже пишите в комментариях стоит ли делать по этому треку отдельное видео потому что там там тоже интересно но одним словом видно что товарищ мастер полил лыжи немножко другую сторону белорусский флюгер развернуться но россия тоже не спит в принципе но инструментов воздействия не так много максимум что хватило москвы это вот было видео предыдущего ядерном шантаже то есть об измене ядерной доктрины это зависит что в том числе беларусь входит вошла в концепцию обеспечение ядерной безопасности российской федерации для чего а вот это как раз таки попытка политической реакции москвы политического политической демонстрации что не про ядерный зонтик это не про защиту это про то что есть ядерное оружие независимо от того есть оно ли нет но есть имея политическое заявление имея политическое заявление готовность его применять при угрозе беларуси наполнению москвы и соответственно такое приглашение что любые изменения беларуси политически какие угодно они без москвы невозможно ребята звоните нам такой себе предложили до сильный ход но это максим на что хватило москву а тем не тем временем ветер все-таки дует другую сторону и даже в случае переговоров но об этом тоже будет отдельный ролик лукашенко необходимо немножко отдаляться трассе поэтому я не удивлюсь его новым кульбитом то есть но учитывая например то что швейцария поддержала китайско-бразильско хочет называть про на плану регулированный по украине не делюсь очередным реверанса в сторону швейцарии ну тем более что свет швейцария может быть неплохим посредником по налаживанию отношений со странами европейского союза соединенным штатами америки я не удивлюсь точнее не то что не удивлюсь я понимаю что дальше будут пытаться но мало порциями играть в амнистию будет очень интересно саммите брикс потому что судя по всему однозначно одобрение не из москвы не из пекина для лукашенко на то чтобы идти на выбор 25 пока что нету но он очень хочет вероятнее всего пойдет даже с учетом того что огромная вероятность того что не досидит до конца этого срока но тут очень хочется человеку и получить одобряемся хотя бы от одного из партнеров желательно от китайского но вот последняя возможность это саммит брикс в казани поэтому там тоже будет очень интересных очень много интересных заверений много интересных встреч но в остальном остальном будем будем следить но и кстати если у россии если баланс сил изменится от россии тактически скажем так добьется кого-то успеха на украинском направлении флюкер тоже может развернуться на счет потому что это флюкер куда дует ветер дам поворачиваться но как-то так надеюсь простыми словами объяснил хитросплетение белорусской внешней политики если видео понравилось лайкать и расшаривать и комментируйте традиционно подписывайтесь на канал поддержите подписка на патреоне спонсор спонсорством на ю тубе потому что такой вариант поддержки стимулирует меня возвращаться на данный ресурс на данную площадку со своими рассуждениями предлагать их вам этот некая некий аналог обратной связи ну а также традиционно не верьте ни одному моему слову проверяйте при пирали я перепроверяйте сравнивайте приходите к собственным выводом потому что человек называется человеком разумным потому что он умеет думать сам соответственно вы можете соглашаться либо не соглашаться как говорящий кого выводы должны быть ваш не решайте себя возможностью думать и принимать решение сами в остальном радость и счастье удачи мирного неба над головой и огромное спасибо что досмотрели этот ролик до конца